Встретились в Милане. В Италии проходит саммит стран Восточной Азии и Европы. Все общее внимание приковано к предстоящему разговору в так называемом нормандском формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии. Миланская встреча – первый масштабный форум с участием Владимира Путина после того, как Крым присоединился к России. И как ЕС и страны G7 ввели санкции в отношении Москвы. Так что в ближайшие два дня эксперты ждут всплеска дипломатической активности. Бронированный Милан, саммит АСЭМ и антипутинская акция FEMEN. Обо всем по порядку. Моя коллега Нина Шамоги. Грудь, облитая красным вином, как символ крови, проливающейся на украинской земле. Активистки FEMEN в своей традиционной манере встречают на итальянской земле президента Путина. На сей раз топли с антреприза против действий России в братской Украине. «Мы сегодня здесь, в день, когда Милан встречает русского Муссолини Путина. Мы бойкотируем его визиты и обвиняем саммит в поддержке Путина и игнорировании кровопролития на Украине. Приветствовать его, пожимать ему руки означает игнорировать массовые убийства и пытки, войну, которая была развязана самим Путиным». Не проигнорировали эпатажных дам браво итальянские карабинеры. Девушек сразу же задержали. Оказалось, что они гражданки Франции. Какое наказание понесут покровительницы Киева, неизвестно. Вопрос в другом. Как феминистки смогли при беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых в Милане из-за слета высокопоставленных гостей, организовать свое шоу? В центр города были стянуты порядка двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. По всему городу ездят патрульные машины. На вокзале у некоторых пассажиров проверяют багаж. Сегодня и завтра в Милане рекордное число глав государств и правительств из более чем 50 европейских и азиатских стран. Десятый юбилейный форум «Азия-Европа» проходит под девизом «Ответственное партнерство во имя устойчивого развития и укрепления безопасности». «Это очень важная встреча для стран Европы и Азии в очень трудные экономические времена. Сотрудничество между Европой и Азией – условия для возобновления экономического роста и создания рабочих мест». Форум «Азия-Европа» или АСЕМ был создан в 1996 году для укрепления сотрудничества между странами Старого Света и Восточной Азии. На них приходится более половины мировой торговли и мирового волового продукта. Россия была официально принята в АСЕМ в 2010 году. Сегодня, спустя всего четыре года, по Москве сверяют часы. И дело здесь вовсе не в успешных экономических показателях. Россия поставила под сомнение сам факт партнерства между странами. И не только в рамках формата АСЕМ. Запад требует от Кремля активных действий по деэскалации украинского кризиса. Россия отвечает в такт «Не надо на нас давить». Кульминацией противостояния Вашингтон плюс Брюссель против Москвы может стать завтрашний день. Не исключено, что в пятницу состоится встреча Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Нина Шамугия, RTVI. Владимир Путин перед тем, как отправиться в Милан, где его ждут непростые переговоры с европейскими лидерами, решил посетить Белград. Сербия считается одной из немногих стран Европы, где отношение к России скорее положительное, чем отрицательное. Визит приурочен к 70-й годовщине освобождения Белграда от немецких войск в ходе совместной советско-югославской операции. Президенты двух стран возложили венки сначала к понументу в память солдат-освободителей, а затем к памятнику советским воинам, погибшим в битве за Белград и похороненным на военном кладбище города. Главы государств провели также переговоры. Президент Томи Славника лично грозил своего российского коллегу высшим орденом Республики Сербия первой степени. Суницкие и шиитские экстремисты развернули борьбу за Йемен. Сегодня стало известно о том, что связанные с аль-кайдой силы объединились в центральных областях страны в ответ на выступления мятежников-хауситов на севере. Экстремисты взяли под свой контроль город Аль-Удайн. Ранее повстанцы-шииты, не встречая особого сопротивления со стороны сил безопасности, захватили сразу несколько населенных пунктов. Они также установили контроль над военной базой 1-й бронетанковой дивизии Йемена. Политическая элита страны состоит из последователей сунницкой ветви ислама, а шииты, населяющие северные районы, считают, что их права ущемляются. Радикальные исламисты продолжают наступление также в Сирии и Ираке. Боевики установили контроль над множеством городов и сейчас ведут ожесточенную борьбу за стратегический район Кабани. В ООН группировку «Исламское государство» наряду с вирусом Эбола считают самой серьезной угрозой миру. Верховный комиссар Организации по правам человека Зедраат Аль-Хусейн констатировал, что обе эти угрозы появились незаметно и были поначалу проигнорированы и недооценены международным сообществом. По словам комиссара ООН, исламский халифат, пропагандирующий геноцид, является новой формой нигилизма. Группировка «Исламское государство» является антитезой прав человека. Боевики убивают, мучают, насилуют. Их идея справедливости – это совершать убийства. Они никого не щадят – ни женщин, ни детей, ни стариков, ни больных и раненых. Принадлежность какой бы то ни было религии или этнической группе не является безопасной. Это дьявольское движение. «Исламское государство» пускает свои щупальцы в другие страны, используя социальные медиа и интернет. Около 80 альпинистов числятся пропавшими без вести после схода лавины в непальских Гималаях. По некоторым данным, среди них есть, по меньшей мере, двое россиян. В регионе продолжается поисковая операция. Спасателям удалось эвакуировать из зоны бедствия 160 альпинистов. Все они оказались заблокированными снежной бурей на высоте более 4000 метров во время восхождения на одной из самых опасных – гор Гималаев – пик Анапурна. В результате схода лавины погибли около полусотни человек. Среди жертв трое израильтян. В больнице Катманду, столице Непала, с обморожением находится еще порядка 10 граждан Израиля. Я застрял в снегу, но меня заметил непалец, который знал дорогу. Он сказал, чтобы я держался его и буквально тащил меня. Мы не знаем, что произошло, потому что мы оказались без связи. Во многих районах Непала сейчас ее нет. Поэтому мы не знаем, где остальные, но уверены, что все будет хорошо. Ну что ж, на этом у меня все о развитии событий. В следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok